Здравствуйте, меня зовут Джейми Эллис из лаборатории изучения медоносных пчел Университета Флориды. Добро пожаловать в наш видеокурс. Сегодня мы поговорим о малом ульевом жуке, этом противном маленьком насекомом, который доставляет страдания стольким пчеловодам по всей стране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Об этих вредителях практически никто не слышал до середины 90-х годов 20-го века, когда они впервые были обнаружены в США. Тогда они были найдены во Флориде, Южной Каролине, Джорджии и других юго-восточных штатах. С тех пор они расселились по всей стране, а в 2000 году были обнаружены в Австралии. Малые ульевые жуки любят жить в пчелиных семьях. Они относятся к семейству блестянок. В целом эти жуки питаются прогнившими плодами и соками деревьев. Хотя малые ульевые жуки и способны питаться и размножаться исключительно на гнилых плодах, они намного больше предпочитают жить в пчелосемьях. И они даже определяют местоположение семей. Они способны учуять запах меда и пыльцы и пчел и подать сигнал. Но в особенности есть свидетельство того, что жуки используют дрожжи, чтобы определить, где находятся пчелы. Эти дрожжи присутствуют только на их теле. И когда они смешиваются с пыльцой, дрожжи воспроизводят пчелиные феромоны тревоги. Это привлекает других жуков. Как только взрослая женская особь жука оказывается в улье, она начинает вести яйцекладку. Примечательно, что вы можете определить пол жука. Если вы поймаете жука и слегка надавите на его брюшко, возможно два варианта. Либо появится длинный придаток, который на самом деле является яйцеводом и аппаратом для кладки яиц. Значит, это женская особь. Если же придаток будет коротким, это указывает на мужскую особь. Самка жука будет находиться в поиске места для откладки яиц. Как только она найдет трещину или скол, она повернется к этому месту, введет свой яйцевод в расщелину, и, вращая его, будет откладывать яйца. Самки жука могут даже выгрызать отверстие в сотах с расплодом и всовывать свой яйцевод туда, обкладывая яйцами развивающихся личинок пчел. После этого появившаяся из яйца личинка проделает путь сквозь соты, питаясь расплодом, медом, пыльцой, и существует гипотеза, что их экскременты заставляют мед бродить. Поэтому типичный симптом присутствия малых ульевых жуков в пчелосемье – это брожение меда. Как только личинки жука прекращают кормиться, а это занимает от 7 до 14 дней, они выходят из улья и зарываются в землю, где происходит их окукливание. Как только личинка оказывается на земле, она проделывает небольшие углубления, где она превратится в куколку. Обычно они остаются в земле от 21 до 35 дней, в зависимости от температуры и влажности почвы. После окукливания взрослые жуки выйдут из земли и начнут поиск новых семей, как мы уже описали. Популяция жука находится на пике с середины до конца лета. Обычно с приходом зимы население жука значительно падает. То есть им необходимо достаточно много времени, чтобы достичь уровня, когда они начнут наносить пчелосемьям ущерб. Весной и летом популяция клеща будет расти, зеркально отражая рост пчелосемьи. Как только приближается осень и зима, клещи проходят в зимний клуб, в который пчелы собираются для сохранения тепла. И благодаря этому клубу жуки успешно зимуют. Есть также свидетельство того, что куколки жука могут оставаться на зиму в земле. Когда наступает весна, начинает расти и количество жуков. Они выходят из клуба и начинают откладывать яйца и размножаться, достигая максимумов с середины до конца лета. Малые ульевые жуки взаимодействуют с пчелами по-особенному. Как только они попадают в улей, они проявляют особенное поведение, в которое трудно поверить. Сегодня об этом нам расскажет Эдди Аткинсон, аспирант нашей лаборатории в Университете Флориды. Он изучает взаимодействие медоносных пчел и малых ульевых жуков, в частности, как это взаимодействие развивается. Когда жуки попадают в улей, в ответ на агрессию пчел-охранников, они пытаются найти трещины и расщелины, где можно спрятаться на периферии улья. Когда пчелы находят жуков в этих трещинах, пчелы оставляют охрану, чтобы жуки не смогли выбраться из этой тюрьмы. Таким образом, жуки не могут сбежать и откладывать яйца в семье. Если семья в стрессовом состоянии по какой-то причине, проблемы с маткой или другие вредители, жукам удается уйти и отложить яйца. Это ведет к гибели семьи. В сильных семьях пчелы способны сдерживать жуков бесконечно. Малые ульевые жуки не умирают от голода, пока они находятся в этой своеобразной тюрьме. Они показывают очень интересное поведение, когда выпрашивают еду у пчел. Посмотрите на это видео. Здесь малый ульевой жук приблизился к краю своего места заточения, а пчела-охранник преграждает ему путь. Этот жук с помощью своих антенн соприкасается с ротовым аппаратом пчелы. Вместо того, чтобы атаковать жука, пчела начинает давать ему пищу. Верите или нет, но малые ульевые жуки способны обмануть своих охранников, чтобы те кормили их, пока они находятся в заточении. При замедленной съемке вы можете заметить, как антенны жука очень затейливо массажируют пчелиные челюсти. Это заставляет пчелу изрыгать нектар или мед, который жук спокойно ест. После приема пищи жук спокойно возвращается в свою тюрьму, ожидая шанса сбежать. К счастью, проблемы с ульевым жуком легко диагностировать. Прежде всего, потому что вы можете увидеть взрослых особей. Они имеют размер с грудку и брюшко пчелы. И когда вы поднимаете крышку улья, вы видите, как они стремительно убегают. Или замечаете их при осмотре дна и крайних рамок, где они любят находиться. Во-вторых, вы можете заметить личинок жука. Есть два пути, чтобы их увидеть. Но при малом заражении обнаружить их очень трудно. Вы, возможно, заметите их на клейких листах от клещей вруа и в специальных ловушках, установленных снизу улья. Обычно люди замечают присутствие жука, когда рамки уничтожаются тысячами снующих сквозь соты личинок. Как правило, если это происходит, уже слишком поздно. Также присутствие жуков можно заметить, когда пчелы начинают выкидывать много расплода. Это обычно свидетельствует о том, что жуки ведут яйцекладку в ячейки с расплодом, и пчелы начинают вытаскивать этот расплод, чтобы избавиться от личинок. Все это приводит к упражению меда. Он начинает вытекать из сотов и даже из ульев. К сожалению, борьба с малым ульевым жуком может оказаться весьма сложной, потому что нет идеального решения, чтобы полностью избавиться от жуков. Но мы дадим вам ряд вариантов, чтобы попытаться снизить его популяцию. В целом, эти способы подразделяются на четыре категории. Это технический и механический контроль, генетический контроль, биологический контроль и пестицидный контроль. Давайте рассмотрим каждый в отдельности и узнаем, какое оружие есть в нашем арсенале. Для начала, технический контроль. Он предполагает любое изменение приемов пчеловождения, которое уменьшает количество вредителей. Например, малые ульевые жуки представляют особую проблему для пасечных помещений из-за наличия там незащищенного меда. Жуки лезут туда и начинают размножаться. Там нет пчел для защиты сотов, поэтому жукам есть где разгуляться. Поэтому важно откачивать мед в течение суток после отбора рамок из семьи. Если вы оставляете его больше, чем на сутки, тогда, вероятно, следует заморозить рамки, чтобы защититься от вредителей. Другой способ контролировать жуков технически – это соблюдать чистоту. Часто пчеловоды оставляют инвентарь, рамки или мертвые ульи прямо на пасеке. И это, безусловно, лучшие места для жизни и размножения жуков. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, если у вас умерла семья, – это забрать рамки с пасеки. Не оставляйте рамки с медом и пыльцой бесхозными. Проверьте, что все остатки удалены, чтобы не дать шанс жукам размножиться. Другой технический метод контроля связан с оборудованием, которое вы используете. Я побывал по всему миру, и могу признаться, что американские пчеловоды содержат одних из самых лучших пчел и сильные семьи, Но у нас все еще есть проблемы с оборудованием. В ульях бывают многочисленные дыры, сколы и даже разломы, что дает малым ульевым жукам свободный доступ к пчелам. Поэтому простое содержание оборудования в порядке – это хороший способ контроля жука. И, наконец, чтобы побороть жука технически, вы можете удалять слабые семьи. Не мертвые, а слабые. Семьи, ослабевшие по разным причинам, из-за вараатоза, осиротевшие и так далее. Это идеальные места для размножения вредителей. Если вы выявили слабую семью, которую будет трудно вылечить, я предлагаю объединить ее с другой сильной семьей, чтобы избежать нашествия жуков в них обеих. Другой важный технический метод борьбы с малым ульевым жуком – это применение ловушек. Ловушки – это прекрасный нехимический способ сокращения популяции жука. В настоящее время в продаже существует три вида ловушек, обеспечивающих достойный результат. Первый вид – это карманная ловушка. Представляет собой емкость, которая крепится на обыкновенную рамку. В ловушке три отделения, три кармана. Среднее отделение вы можете заполнить яблочным уксусом. Он служит для привлечения малых ульевых жуков. В отделение по краям заливается минеральное масло. Когда жуки заходят в ловушку, привлекаемые уксусом, они попадают в минеральное масло и тонут в нем. Такие ловушки хороши тем, что их можно поставить несколько на улей, в разные корпуса и несколько на рамку. Например, две-три на рамку хорошо сработают и сократят количество жуков. Другая популярная ловушка – это West Beetle Trap – Донная. Она располагается на днище улья, но из-за тонкости ловушки необходимо ставить дополнительную деревянную рубашку между дном и расплодным корпусом. Она позволит ловушке стоять ровно, а пчелам свободно выходить и входить в улей. В такой вид ловушки заливают растительное масло. Попадая в ловушку, жуки погибают. Важно помнить, что при использовании такой ловушки ульи должны стоять на ровной поверхности, иначе масло может вытечь наружу. Еще один вид ловушки становится все более популярным. Это AJ Beetle Eater – поедатель жуков. Он устанавливается между двумя рамками, как вы видите здесь. Затем вы просто наливаете в него масло или яблочный уксус, и когда жуки прячутся от пчел, они заходят в него и погибают. Теперь поговорим о генетическом контроле малого ульевого жука. Я уже отметил, что самка жука откладывает яйца прямо в ячейки сотов, и некоторые пчелы могут определять это и удалять расплод. Вы можете спросить, как это помогает? Но это довольно просто. В процессе удаления расплода пчелы чистят ячейки и от яиц, и от молодых личинок жука. Поэтому это хороший способ подавить воспроизводство жуков в пчелосемье. Биологический контроль – другая возможность для борьбы с жуками. Биологический контроль основывается на допущении, что есть некоторые болезни и микроорганизмы, которые вредят и убивают малого ульевого жука. К счастью, Университет Флориды в сотрудничестве с другими специализированными институтами страны провел исследование интимальных патогенных нематод, давайте проще, нематод, которые едят насекомых, и обнаружили два вида, которые отлично действуют против малого ульевого жука. Первый – хетерорабдитис индика, и второй – стайнернема риобраве. Обе нематоды при внесении их в землю рядом с ульями выполняют роль снарядов с тепловой системой наведения. Они ищут личинок и куколок жука, и как только находят их, проникают в их тело и вырабатывают бактерии, которые переваривают внутренности куколки. А нематоды питаются получившимся супом. Нематоды очень быстро размножаются, и вы получаете систему постоянного сдерживания жука. Важно помнить, что когда вы пытаетесь контролировать малого ульевого жука, нужно применять все показанные способы в комплексе, объединить их, используя систему комплексной защиты, чтобы сократить популяцию жука. Цель этой системы – это уменьшение количества вредителей ниже порога экономической вредоносности, чтобы вам не пришлось лечить семьи. В случае же, если число жуков превышает определенный уровень, вы можете проводить пестицидные обработки. И в настоящее время есть два препарата против малого ульевого жука. Первый – это Чекмайт Плюс с активным ингредиентом – кумофосом. Этот препарат часто используется для борьбы с клещом воруа. В нем кумофосом пропитаны пластиковые полоски. Для борьбы с жуком вы разрезаете пластиковые полоски наполовину, прикрепляете их степлером к картонному квадрату размером 10 на 10 сантиметров и устанавливаете его на дно в улье, полосками к низу. Малые ульевые жуки спускаются с сотов под картонку и умирают под воздействием активного вещества. Второе для борьбы химическое вещество – это перметрин, служащий активным ингредиентом в препарате Гардстар. Препарат разводится в воде, затем разливается вокруг улья. Он проникает в почву и убивает куколок и молодых жуков. Проблема с этими пестицидами состоит в том, что они вредят пчелам. Перметрин убивает пчел сразу же, поэтому при его применении нужно быть аккуратным, а Чек Майт Плюс вызывает сублетальное побочное воздействие на пчел, которые мы только начинаем изучать. Поэтому кардинально важно, чтобы при использовании этих препаратов вы следовали инструкции. Как видите, мы не даем конкретных рекомендаций о том, как их применять, как долго держать их в семьях и как обрабатывать ими возле ульев, потому что инструкции – это закон. Инструкции к препаратам постоянно меняются, поэтому важно, если вы решили их применять, читайте их внимательно и строго им следуйте. Если вы используете все эти методы, то вы справитесь с малым ульевым жуком. Но позвольте, я дам вам еще один совет. Малые ульевые жуки – это чистильщики-оппортунисты. Они живут и размножаются в семьях, которые ослабли по какой-либо причине, если семья осиротела или больна вараатозом, назематозом или другой болезнью. Это благодатная почва для ульевых жуков. Поэтому самый лучший способ бороться с ними – это держать сильные и здоровые семьи. Кроме этого, попробуйте ловушки, помните о чистоте и гигиене, генетическом и биологическом контроле, и в крайнем случае вы можете использовать пестициды. Спасибо, что вы просмотрели этот эпизод нашего справочного видеокурса по пчеловодству. Надеемся, вы узнали что-то новое об этом паразите, его биологии, поведении и особенно о том, как эту заразу контролировать. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы «Пчеловодство ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук». Есть также аккаунт в Инстаграме. И помните, что небольшая спонсорская помощь никогда не бывает лишней. Субтитры создавал DimaTorzok